И состоит из нескольких видов помощи химически зависимых людей или людям, или их родственникам. Программа глубокое погружение, программа интенсивной терапии, которая проводится на базе 10-го операционного отделения, на базе Грозной и Павловской больницы. Программа амбулаторная для выпускников десятки, которые справились с задачами первичной терапии и продолжения лечения. После лечения программы, программа семейной терапии, в рамках которой мы с вами встречаемся здесь по средам, тоже в понедельник занятий и в среду. В среду мы с вами занимаемся набором информации, скажем так, образовательной частью. Ибо не занимаясь образовательной частью, трудно очень понять нечто в этой сложной, парадоксальной в чем-то программе «12 шагов» в культуре и выздоровлении, в терапии зависимости и в задачах, которые стоят перед теми людьми, которые действительно хотят помогать своим родственникам, помогать себе и быть успешными. Отказаться от самопораженческого поведения, которым начинены, как правило, очень много тратим энергии, но эта энергия изнуряет, иссушает, приводит к апатии, не дает никаких результатов. Если мы неграмотны, это понятно, так в любом деле, тем более, когда связано с живым человеком, тем более, когда связано с такой сложной болезнью, зависимостью, созависимостью, это очень тяжелое заболевание. Я вам напоминала, что зависимость стоит через запятую после онкологии по степени тяжести смертности и тяжести протекания самого заболевания и созависимость заболевания, которая несовместима с жизнью, если на него никакого не оказывать влияния, то есть не контролировать, не заниматься своей созависимостью, то такой же есть вход, я вам рисовала, но когда можно, не употребляя ни алкоголь, ни наркотиков, погибнуть физически, не стащиться соматически, психически и погибнуть, поскольку все созависимые, как правило, являются носителями целого набора определенного ряда заболеваний. Это классика, описанная, уже давно изученная в специфической литературе. Наша с вами задача – попытаться обрести хоть какое-то минимум знаний, которые мы получаем с вами на этих лекциях, в книгах, на группах, слушая людей, которые прошли уже много что, их опыт бесценен. Из этого компонуем свой уровень понимания, поскольку мы все люди, дети со своим жизненным опытом, и нельзя говорить, что все, что мы сделали по отношению к нашим детям, к самим себе, к нашим любимым женам и мужням, все было неправильно. Это неправильно. Конечно, не все. И все нельзя черной краской красить. Что-то было правильно, но что-то было провально. Как бы неприятно нам было это не осознавать. Но здесь вопрос идет не о том, чтобы доставить друг другу приятные какие-то мгновения. Вопрос идет о том, чтобы докопаться до какой-то правды, а чтобы перестать жить иллюзорной жизнью. Поскольку в этом плане и зависимость, и созависимость одинаковы. Наркоман и алкоголь выбегают в свой иллюзорный мир, пользуясь наркотиками и алкоголь. Созависимый выбегает в свой иллюзорный мир, который также его предохраняет от боли. От какой-то боли, с которой он не может справиться. И наша задача понять, что именно иллюзии уносят наших детей, близких на кладбище. Именно иллюзии и нежелание узнать правду делают нас нездоровыми и заставляют искать помощь в плане хирургов, я не знаю, кого, а правда или другому. Надо лечить свою созависимость и наводить порядок в собственном теле и психике. И тогда очень многое имеет регрессию, обратный ход. И наша задача в том, чтобы понять, что здесь, на семейной терапии или на терапии зависимости, нет людей, которые сейчас вас к ногтям будут прижимать. И если так бы упаси Бог, меньше всего мы годимся на роль судей. Мы просто отдаем все свои силы и таланты для того, чтобы помочь вам разобраться в правде, чтобы перестать жить в неких иллюзиях, чтобы обрести некие другие навыки поведения. Какие бы они ни казались нам неприятные и трудные в начале, но мы с вами начинаем понимать, что мы столкнулись с заболеванием, в котором сладкая пилюля не помогает. Очень горькое лекарство часто является целительным. Но горькое лекарство – это не значит наказать, отказать, выкинуть, отторгнуть. Нет, это совсем не это. Можно и отказать наркоману-алкоголику, и нужно когда-то, но не делать этого с омстительностью, с обидой и прочее. Каждый из нас и так наказан. Нету здесь виноватых. Вся история знаний о зависимости – сложный этот вопрос. Кто виноват, что делает? Мы не будем искать сейчас виноватых. Это не хочется тратить время, да и нет виноватых. Я уверена, что здесь присутствуют люди, которые максимально сделали самое лучшее для своих близких, на что были способны. И наша задача – просто понять, что же, чему нам надо научиться, что же нам нужно понять, что же нам нужно принять для себя, чтобы измениться. И вот тот, кто не умеет меняться, тот умеет. Тот уже все, тот уже как стоячее болото. Здоровый человек, он открыт для знаний. Он изучит вопрос. Он потом имеет право сказать, нет, это, пожалуй, мне не подходит. А закрытый ум, он сразу отвергает и говорит, я и так все знаю. И тогда этот человек все, как стоячее болото, ничто новое в него не попадает, он перестает развиваться. Хотела бы, чтобы мы с вами были из другой кого-то, чтобы мы были открыты для нового, чтобы мы были желательны друг к другу, чтобы вы точно понимали, что на этих занятиях никто не собирается вам ничего предъявлять, упаси Бог. Наша общая задача – разобраться в том, что происходит. Если вы вспомните, я вам рисовала некую такую схему трехэтажную, где в базе было насилие. Помните такое? Ну, может быть, не помните. Тогда я еще раз быстренько набросаю. Это важно, чтобы мы сейчас были в едином поле понимания. Итак, насилие – нечто такое, такое явление, которое начинает раскачивать любую семейную лодку. Под насилием вы понимаете любая деструкция. То есть отсутствие отца или отсутствие матери, присутствие алкоголизированного взрослого, присутствие в семье таких профессий, представительных профессий, как учитель и военный, наличие в семье тяжело больного человека, который стяжает на себя все внимание. Или есть все, но есть нездоровые правила. Может быть, на следующий раз мы с вами будем говорить о здоровье семьи. Чем отличается здоровая и здоровая семья. Это очень широкое понятие. Нам с вами сегодня предстоит поговорить о насилии. Кто всегда страдает, когда появляется хоть какой-то перевес в семейных взаимоотношениях? Вы знаете, дети. Система всегда сильнее членов, которые ее составляют. Государство всегда будет жертвовать народом, семья будет всегда жертвовать самым младшим членом семьи. Так устроен этот мир. Ребенок приспосабливается к каким-то вариантам деструкции в своей семье и вырастает диагноз – созависимость. Созависимость – это форма приспособления к деструкции. Я скажу позже пару слов поподробнее. Кто-то останавливается здесь. Кто-то, потому что созависимого его нет. Это человек, который очень заинтересован, чтобы каким-то образом отворить свои потребности. Он хочет быть принятым, он хочет быть понятым, он хочет быть любимым. Но там, где и нездоровье с ней, там этого ему дать не могут. И он каждый по-своему как умеет заглядывать в глаза другим людям. И у некоторых это остается на всю жизнь. Я хороший, я плохой, вы любите меня. Что мне нужно сделать, чтобы вы похвалили и поддержали меня? Это очень просто то, что я сейчас говорю. Конечно, понятие гораздо шире. Но созависимый человек, который приспосабливается. Созависимый человек, который, как правило, находит пару, которая не будет утворять его потребности. Это жены алкоголиков, наркоманов и так далее. И тоже это очень плоско, я вам говорю. Потому что не это есть тема сегодняшней нашей встречи. Но кто-то пытается насытить свою пустоту, потому что внутри человека огромный конфликт, некая пустота. И идет дальше. И оттуда уже алкоголизм, наркомания, табакокурение, азартные игры, власть ради власти, деньги ради денег, трудоголизм, сексоголизм, религиозный фанатизм и так далее. 200 видов зависимого поведения на сегодняшний день. Всех их не перечислю, даже вам я не знаю, их всех. Но это так пища, которая все равно не насыщает. Но тем не менее человек бегает и пытается хоть чем-то, как-то наполнить пустоту, которая у него присутствует. У химически зависимых людей срывы всегда от нелеченной созависимости. 99% алкоголиков и наркоманов созависимы. Срывы отсюда. Вот то, что мы делаем на терапии, это первый класс этой большой школы. Далее тот, кто всерьез будет относиться к своей трезвости, тот будет ходить на тренинги ассортивного поведения, на группу «Когда», на группу «Взрослые дети-алкоголиков», на разные такие занятия, тренинги и группы, которые уже отвечают за межличностные отношения, за способность выражать эмоции, за способность отставить свои границы и прочие разы. Наша задача сегодня с вами поговорить поподробнее о насилии. Но все-таки я начну с созависимости. Напишите, пожалуйста, формулировку. Одну из многочисленных формулировок созависимости, если вы губите такой или читали книжку «Мелоди бити», «Алкоголик в семье» или «Преодоление созависимости», честно говоря, лучше этой книги я не знаю. Другой, она не очень простая, но очень насыщенная. Это мои личные такие симпатии. Может быть, сейчас появилось случай в других более интересных книг. Там очень много формулировок о мелоди бити. Но мы с вами остановимся на одной, чтобы нам сегодня легче было понимать. Значит, созависимости. «Мастеры» – это состояние, в которое попадают люди, подвергнутые влиянию алкоголя и наркотиков, и не употребляющие их. Точнее, но не употребляющие их. «Люди, подвергнувшиеся влиянию алкоголя и наркотиков, не употребляя их». Запятую поставим. «Люди, получившие психотравмы от родителей, учителей и других значимых людей». «Люди, получившие психотравмы от родителей, учителей и других значимых людей». Еще раз запятаю. «Люди» Или как бы там, вы там, компоненте, пожалуйста, по-русски. «Люди» Я не помню там, с чего я начала. «Которые были подвержены какому-либо варианту насилия». И здесь может быть физическое, психическое, эмоциональное, сексуальное. Мы сегодня с вами рассматриваем это поподробнее. Любому из вариантов насилия. Точку поставьте. Далее можно написать, что созависимость – это определенный механизм защиты. Поражает на всех уровнях. Если мы говорим, что созависимость – это био-психо-социо-духовная болезнь, то же самое и у созависимости. Поражает созависимость на всех уровнях. И био-психо-социо-духовную. То есть для того, чтобы нам было легче понимать, такие чувства, как обида, гнев, раздражение, разочарование, они долго не могут существовать. Человек не может их долго переносить. И вот тогда включается механизм защиты нашего гениального организма. Все продумано. И эти чувства, эти эмоции уходят в подсознание и становятся формой поведения. Понятно, да, немножечко? Хотите записать, я вам как-то поподробнее скажу. Или не стоит, да? Хорошо. Ладно. Вот на секунду, чтобы вы отдохнули, я вам расскажу про такой случай в Швеции. Этот случай зарегистрирован в классической психологии и психиатрии, даже как под названием Стокгольмский синдром. Это в 70-е годы случилось. В Швеции банка захватила банк. На тот момент в этом банке были несколько человек, группа людей, которые какие-то операции проводили своими деньгами. И эти люди неделю находились в заложниках у этой жесткой группы захватчиков. Что было феноменально? Естественно, как в любом цивилизованном обществе, когда этот банк все-таки освободили, с этой группой людей начали работать психологи, которые работают с насилием. И они были потрясены, потому что заметили некое явление. Потом его зафиксировали под названием Стокгольмский синдром. То есть, они еще раз убедились, что когда эмоциональные нагрузки превышают психические возможности человека, тогда у него включается блокировка в сознании, и он начинает любить своего насильника. Вот такой механизм. Этот механизм древний, не нами придуман. Просто, так сказать, есть констатация на некоторых уровнях, как и в Швеции в те годы. Знаете, бьет, значит, любит. Это ведь тоже оттуда. Потому что, если человек узнает правду о том, что любит ли его тот, кто его убьет, ему будет очень больно, ему придется что-то менять, ему придется уходить от этого человека. И так далее. Но вот такое перевертыш. Это потому что он меня так любит, поэтому он меня бьет. Не любил бы, так и не бьет бы. Это чисто неправда. Но человек защищается. И так наша психика, она застрахована различными блоками, которые не дают нам увидеть правду, потому что она очень болезненная. Так же не видит поведение своих родителей, своих детей, некоторые родители. Ни в коем случае не видит правду. Но сколько раз я встречалась с девочками, которые стоят на трассе, занимаясь проституцией? С лет с 11. Они уходили из дома с портфелем, в школьных платьях. Они уходили, говорят, я в школу, да, говорили родители. Она шла на трассу и делала все, исполняла, что полагается, для того, чтобы заработать денег. Родители были святом убеждении. Не замечают, что у них повелись новые какие-то деньги, новые вещи, какая-то парфюмерия, какие-то колготки. Не замечают. Я из школы. Привет, ура, ну как, нормально. И так уже несколько лет, сколько лет, с 11 лет девочка стоит на трассе, зарабатывая себе на развлечения, родителей не видит. Я понимаю, что это тоже механизм защиты. Это тоже блокировка сознания, потому что очень больно говорить. И сколько родителей наркоманов, я не слышу, часто все время одно и то же. Это потому он употребляет, потому что Васька, Петька, Колька и так далее. Уже года два, наверное, этот мальчик или девочка торгует наркотиками. Я думаю, Васька, Петька и Колька продают наркотики. Но родители в святом убеждении, что их ребенок пострадавшая сторона. Это тоже механизм защиты. Это не потому, что он хотел быть слепыми, глухими. Нам все время хочется видеть лучшее, помнить лучшее. И психика переворачивает. Мы будем любить своего насильника. Мы будем еще на себя принимать какую-то вину оправдывая. Но это как бы нам нужно понимать, как работает наш организм и наша голова. Наша задача сегодня все-таки говорить не о созависимости, а говорить сегодня о насилии. Это достаточно большая информация. Поэтому что-то я буду пояснять, что-то просто буду констатировать. Я хочу, чтобы сегодня вы узнали о том, что мировое сообщество понимает под насилием. Эту лекцию первый раз я услышала в Будапеште, в квартире Сороса. И привезла ее в таком виде, в каком я ее слышала там. Поэтому кто из вас хочет, может изображать. Будет восемь сегментов в круге. Потому что называется, в принципе, любое насилие – это круг. Так же происходит и с тем, который бьет, допустим. Это просто сейчас, просто для справки, пока вы думаете, как вы будете эту лекцию писать. Случается ситуация, ударил по мину. Все психологи, которые работают с насилием, прекрасно знают. Поэтому насилие – это круг, замкнутый. Некоторые симптомы из этих восьми появляются, все остальные активизируются. И если не вмешиваются третьи силы, насилие не прекратится. Да, он ее ударил. Идет фаза, которая называется «Медовый месяц». Это что бы так, по ходу хочу вам еще информацию. Когда человек, извини, дорогая, я был неправ, я покричился, они довели меня, поэтому я, и так далее, и так далее, и так далее. Это всегда будет так. Потом наступит следующая фаза, которая называется «нарастание напряжения». И потом он ударит ее еще раз. Если он хоть раз смог это сделать, он будет это делать. Для него это нормально. И пока не вмешаются какие-то третьи силы, этот круг будет крутиться и крутиться. И в нашей Санкт-Петербургской тюрьме находится огромное, несколько тысяч женщин, абсолютно трезвых, которые находились в этом замкнутом круге. Я просто, к сожалению, не помню цифр. Очень большие. Я была потрясена. Я прежде всего не читаю там лекции для врачей, которые работают с заключенными, там, психиатрические профили, но тем не менее наркологические проблемы тоже. И мне иногда рассказывают о том, кто сидит, что сидит, как цифры меняются, очень интересно. Там такое количество женщин, которые были в этом круге, и которые утешали себя, что, ну нет, они забирали заявление из милиции, они надеялись, что оно как-нибудь само собой рассосется, что на этот раз он уже понял, он уже больше этого делать не будет, бегая бесконечно по этому кругу. Пока в один прекрасный момент у них не происходил срыв, причем в трезвой голове и в твердой памяти. Он заснул, и она была утеком по голове. Жах! Накопилось. Вы понимаете, наши чувства, они имеют право на жизнь. Если мы давим, если мы с этим не работаем, в конце концов, они будут управлять нашим поведением. И рано или поздно спусковой крючок будет сорван, и будет какой-нибудь эмоциональный срыв. И там очень много женщин, которые убили своих супругов, вот, не выдержав уже всего этого. Но это так, это лирика такая. Поэтому насилие – это всегда круг пороченный. Может быть, поэтому нам, в Тудапеште, нам эту лекцию давали вот именно в таком виде. Именно в таком виде я буду давать ее вам. Вы можете писать и столбиком, не обязательно вам, значит, рисовать это, но я все-таки нарисую. Это восемь сегментов. Каждый из этих сегментов может быть прецедентом в суде. Имеется в виду, конечно, цивилизованное государство. Наша задача сегодня с вами – узнать, что же мировое сооружство понимает под насилием. Мне не пишут. Пишут. Хорошо. Ничего сложного. Все просто. Наша задача – просто в этом разобраться. И, конечно же, я ставлю задачу идентификации. Давайте думать. Это не просто выбранная информация, не потому что мне так важно приобщить вас к мировому сообществу на уровне понимания, а к тому, что это имеет отношение к нашим семьям, к нашим взаимоотношениям. Мы должны с вами понимать, что насилием мы можем добиться результата. Но это будет пир на 10 минут. За это всегда будет какая-то плата. Итак, эмоциональное злоупотребление. Первый сегмент. Эмоциональное злоупотребление. У каждой медали всегда есть две стороны. Почему мы говорим еще об этом? Потому что, ну, не побоюсь сказать, что практически 90% людей, которые обращаются к нам за помощью, очень здорово владеют этими методами. И абсолютно, практически не умеют строить партнерские отношения, то есть отношения здоровые, не построенные на насилии. Извините, у меня есть подозрение, что очевидно, все-таки в семьях были какие-то перекосы, потому что роль родителей, она велика, была, есть и будет. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, они научились где-то. Может, где-то есть у вас. Пришло время подумать. Останетесь вы с этим или измените что-то. Вот и все. Итак, что понимаете под эмоциональным злоупотреблением? Унижение, оскорбление, пренебрежение, безразличие, безразличие, обида и клички. Вы понимаете, что я, естественно, имею в виду партнерские отношения. Если не успеваете, спрашивайте. Унижение, оскорбление, пренебрежение, безразличие, обида и клички. Я имею в виду партнерские отношения. Отношения между мужчиной и женщиной. Или между родителями и ребенком. Если я буду безразлична кому-то, кто этот по улице, это не является насилием. Вы понимаете, что это не в таком аспекте рассматривается, а именно по отношению к семье, к отношению близких людей. Понятно ли вам все это? Нужно ли об этом говорить? Я думаю, нет. Как правило, дело все в том, что тот, кто являлся объектом насилия, становится насильником. Это закон. Поэтому программа «12 шагов» говорит о годах. Она не рекомендует химически зависимым людям заводить какие-то эмоциональные подвязки, как говорится, вступать в какие-то взаимоотношения. Потому что какая бы была влюбленность, она превращается. Она превращается. И это, как правило, грозит срывом. Если бы, так сказать, волновало кого-то морально, не доспект, это, знаете, ну, никто не будет святой, монахом, и такая задача не стоит. Задача, трудность в том, что очень многие срывы, которые происходят на ранней стадии для его оздоровления, не все замешаны на том, что влюбился или влюбилась, и началось. А кому, а кто тебе звонит, а куда ты пошла, делай так, я говорю, что не с нами, это против нас. И вот такое вот. То, те методы, которые мне помогают строить, и как правило, приносит очень большую боль, потому что расставание. Боль и срыв, потому что сил справиться с этой болью. Хорошо. Поехали дальше. Экономическое использование. Экономическое использование. Что же понимается под экономическим использованием? Это ряд запретов. Первое. Запрет на работу. Второе. Запрет на разговоры о финансах. И представьте себе выделение карманных денег. То есть когда одна сторона диктует другой что-то очень директивное или добивается от нее директивно, это считается насилием. Запрет на работу, запрет на разговоры и выделение карманных денег. То есть в данном случае не идет разговор о договоре. Когда идет разговор о договоре, тогда нет насилия. Когда кто-то доминирует над кем-то, манипулируя, убеждая, что так будет лучше, но не есть это согласие двоих, тогда это насилие. Следующий сегмент сексуальное насилие. Что же подразумевается под сексуальным насилием в этом мире? Первое. Инструментальное отношение к телу. Я думаю, не надо объяснять, что это значит. Я думаю, что здесь все взрослые и все понимают. Второе. трогание, похлопывание, вопреки воле. Ну, я не буду... У меня маленькие места, поэтому понятно, что вопреки воле партнера. Насмешки оттели. Третье. Насмешки оттели. Мы, взрослые, часто не отдаем себе отчет, как наши слова отзываются у молодых людей или детей. Я встречала несколько раз, я не могу сказать, что у нас свои у Ленина, несколько случаев было в моей практике за время работы, когда вот такие вроде бы любовные насмешки приводили к очень серьезным последствиям. Не так давно была пациентка, она хроническая сырщица, потому что ей никак не справиться с этой ситуацией. Она очень любит папу своего, который бросил их в конце концов и ушел в другую семью. И папа, который с детства ее хлопал, извиняюсь, по филейной части, говорила, ну и кормушь, ты отрастила, дочечка, ты моя дорогая. Ну что, папа, 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 мы хлопим друг друга, ну и ладно, ну и сам дурак, или ну да, вот кормуй и все. Но дети по-другому воспринимают то, что говорят им взрослые очень часто. Ей было важно, мало того, что прибавилась ревность, обида и все прочее, ей было важно, чтобы папа ее принимал и любил и хвалирует. Но он постоянно ей указывал, она должна быть какая она толстая, здоровая. Она очень высокая, она большая, для того, чтобы ей быть худой и надо не есть вообще ничего, что она и начала делать. В конце концов, это были у нас очень серьезные проблемы и специальные были у нас семейные сессии, потому что мать жалась, она приносит домой продукты, мать одна работала тогда в тот момент, а это ест, два пальца и все в туалет. То есть, понимаете, развиваются заболевания и она ходит в такие психологические состояния, что ей не справиться ни с тягой, ни с чем и так далее. Но это один из примеров, таких примеров достаточно много, поэтому, когда мы имеем дело с неокрепшими умами и душами, лучше раздержаться. Мы должны с вами просто помнить, что наши дети единственное, в чем они нуждаются по-настоящему и что мы можем им дать, это поддержку веру, их силы, надежду и прочее. Наши критические замечания, они, как правило, оттордают от нас, близких, и никому они не нужны, кроме воли, ничего не приносят. Хорошо. Теперь здесь еще будут моменты. Отсутствие информации. Отсутствие информации. Поскольку у меня места мало, я не буду писать полностью. Отсутствие информации о физиологических изменениях, понимаете, да, соответствующих возрасту молодого человека или девушки. Если мы имеем дело с, опять же, цивилизованной страной, раньше мы видели, и сейчас видим фильмы, допустим, про ту же Америку, как папа, волнуясь, заходит к сыну в комнату, не знает, с чего начать, потому что, не дай бог, этот папа лет до 13 с сыном не поговорит, откуда дети берутся. Папе там катают по полной схеме, потому что там у ребенка есть права. И он имеет право получить информацию от родителей здоровым, нормальным образом, а не в подворотню. Пошпан, циничным образом у своих детей. Это формирует циничное, такое гадостное отношение к самому телу, к половому акту, к самоотношениям между детьми. Если мы детям не говорим, они узнают. Но они узнают так, как они могут друг другу это передать. И хи-ха-ха. Вот так вот. Сами смущаясь. И на всю жизнь бывает отпечаток, что говорить о каких-то частях тела прям стыдно, позорно, противно. Да бог брак это не делает. Все, что бог делает, все прекрасно и нужно. И только нужно вовремя говорить со своими детьми, чтобы они не лазили там по интернету, по пошлым сайтам. Они не спрашивали своих таких же дурачков друзей. И мне в этом смысле очень нравится подход тех стран, где это принято. А есть страны еще лучше. Есть времена. Мы все смеемся, что они дикие. А я в восторге от того, что когда там какие-то мальчики, волосяные покрытия появляются, они считают, что он пришел мужчина, дают ему копье, идут туда в лес, там заваривают копьем зверя. Вся деревня празднует, что мужчина пришел в наше племя. А в Индии, когда у девочки начинаются первые месячные, ее наряжают отец с матерью в красивой саре, окружают цветами, дом украшается цветами, приглашается весь полгорода, вся улица в точно, и там праздник, женщина вошла в этот мир. Это очень красиво. Мне, например, это очень нравится. Но вот на родителях лежит некая функция такая, чтобы как-то грамотно, чисто, ввести своего ребенка в понимание возрастных изменений физиологических, чтобы ребенок не пугался и знал, что это нормально, это хорошо, умел бы справляться с этим и прочее. Поэтому отсутствие такой информации считается насилием по отношению к ребенку. И еще сюда входит одно отсутствие здоровой моделей поведения между мужчиной и женщиной. Потому что еще раз, еще раз напоминаю вам, что считается, что основная функция родителей это продемонстрировать, как надо делать. Не говорить об этом, не критиковать вечно, а быть ролевым образцом. И ребенок будет учиться так, как он видит от родителей. если вы воспитывались в семье, где не было отца или кого-то из членов семьи, если ваш ребенок воспитывался в такой семье, он не знает, как строить нормальные взаимоотношения. Он с детства должен наблюдать, как это любить, как это ухаживать, как папа маме дарит цветы, как он ей вручает подарки, как они танцуют, как он ее приглашает. Это все туда подсознание откладывает определенные модели поведения. Как они ссорятся, как они выходят из ссоры, как они решают сложные вопросы, как они переживают вместе радость, а как горе и так далее. И это является большой базой для ребенка. Если ребенок не видел этого, он не знает, он думает, что он знает. На самом деле ему надо где-то этому учиться, потому что он будет думать, что он знает, на самом деле он будет очень дорого платить за то, что у него нет этого научения. Хорошо, с этим все. Отдельная графа дальше идет. Использование детей. Использование детей. И здесь мы напишем одно. Манипулирование детьми. Любой вид манипулирования детьми является насилием по отношению к детям. То есть, например, одна маленькая девочка жила с папой и мамой. Папа был алкоголик. Каждый раз он ходил в заводах. И в день получки мама, которая с папой уже лет не знаю сколько не разговаривала, говорила, поддон зарплату получил, ну-ка давай, иди туда. Ты дочка все-таки он тебя любит. Иди. И значит давай тащи его домой, пробьет жизнь сюда вот такой. И эта девочка, которой было 7 лет, шла на заводской проходной. Угадайтесь всех раз слушал ее и так боялась, что мама ее накажет, что она шла за этим папой, волочилась пивную. Были такие высокие круглые столы на высоких ножках. И она целый вечер проводила в этой пивной периодически дергая. Ну папа, ну пойдем домой, ну папа, ну мама будет ругаться. Папа охмелел все больше, мат, дым. И она проводила вот так два дня в месяц сто процентов боясь прийти домой. Потому что мама все равно потом попадала под раздачу, когда с этим пьяным папа приходила домой и так далее. Вот это просто один из примеров таких. На самом деле все это гораздо шей. Иди, пойди, скажи своему папаше, чтобы пошел пожрать. Это тоже. Ребенок не проводник, он не должен быть секретарем. Это отношения мужчины и женщины. Все. Если у вас проблемы, решайте их сами, не припутывая детей. Их накомания, алкоголизм или отсутствие такового здесь совершенно ни при чем. Если вы не умеете между собой устраивать отношения, детей припутать сюда нельзя. Они маленькие, они не понимают. Когда они совсем маленькие, у них отсутствует способность устраивать логические связи. у них только эмоции. Эмоции. Они любят одинаково и папу, и маму. Кстати, дети алкоголиков больше любят отца, потому что мама вечно как мегера, злая и злобная. Когда они мегера, мегера, выйдет замуж за алкоголика, эта девочка поймет, почему мама была все злая и сдернанная. Но это будет очень нескоро. Маме не прощают того, что у не было сил для терпения, любви, ласки и поддержки. Это функция мамы. И никто не поймет этого, повторяю, может быть, когда-нибудь. Вот на маму были обижены все 100% детей, которых я однажды собрала в группе Аллатин. Папа, да, боль, обида, где-то злость была и так далее. Но это материнская во многом функция, потому что женщине от рождения дам дар любви. И когда она не может этого, на скорость пули не влияет. Потому что только мать может любить ее безусловную любовью. Если мать больная, раздраженная и так далее, это невосполнимо потом. И трагедия наркомана алкоголиков в том, что они всю жизнь ищут, только не там, вот той, недоданной любви безусловий. И вот тогда привлекательные алкогольные компании, наркотские компании, где никто никого, где все друг друга понимают, принимают и не критикуют. Они потом будут еще дальше искать, устраивают какие-то связи деструктивные, потому что сто процентов дочь алкоголика или девочки из нездоровой семьи найдет нездорового себе мужа обязательно. И она будет с ним пытаться выстраивать, получить то, чего нам нельзя получить. Всегда они ищут этой любви не у тех и не там, где это можно восполнить, потому что восполнить это невозможно. В эту воду нельзя войти дважды. Если в детстве ребенка воспитывала созависимая мать, то есть мать сама, которая из семьи алкоголика, и не была объектом любви, она не сможет дать. Она даст все, но она не может дать того, чего она никогда сама не испытывала. И это большая трагедия, и это большая проблема. И поэтому любое использование детей, оно всегда является насилием. И в книге книг сказано, что двое соединяются, чтобы пустить плод и отпустить его, чтобы он шел дальше, пускал свой плод и так далее. Жить, болеть, стареть, умирать должны вместе мужчина и женщина. Не надо ставить на детей. Дети всегда меньше любят своих родителей, чем родители детей. Это закон. И так должно быть, и это нормально. Если нам удастся воспитать их в уважении, то это будет наша заслуга. А нет, так насильно нам этого будет не вытребывать никогда. Мужчина и женщина вот кто самый главный. Вот кому с кем надо решать свои проблемы дети, это отдельная песня, совсем другая. И путность, любовь к сыну, всю прямо, а мужа там, да посидит этот врач, что-то можем его сказать. Вот это большая ошибка, за которую потом придется многим заплатить. Поэтому использование детей в любых вариациях считается насилием. Хорошо. Физическое насилие. Физическое насилие. Что же это такое? Угрозы самоубийством считаются физическим насилием. Угрозы физическими повреждениями членам семьи даже угрозы считаются физическим насилием. Ну, соответственно, побои затрещины изоляции и отсутствие еды, воды и заботы. Считается физическим насилием. Я должна остановиться здесь на одном моменте. Все остальное достаточно просто и понятно. Изоляция. То есть мы с вами должны понимать что-то про эту самую изоляцию. А что именно? Человек это существо социальное. Самый древний я говорила вам генетический страх это страх быть отвергнутым племенем. Если племя отвергает, то человек физически уничтожается. Потому что ни мамонта, никого в одиночку не сможет завалить. Поэтому это древний страх, который сидит во всех нас в той или иной степени. И отверженность к обществу это достаточно тяжелое испытание для каждого человека. Если человек говорит а, не одному хорошо, неправда. Он себя обманывает, он просто не умеет очевидно быть с этими людьми. Поэтому родители это воспитатели до конца дней. Они должны внести в небо педагогическую составляющую свое поведение. Умное их делание, знать, зачем они делают, что они делают и так далее. И есть такой момент, который называется изоляция. Поставить ребенка в угол и никто не говорит, что это плохо. когда мы говорим о педагогике, о воспитании. И есть единственный индикатор, который всегда вам покажет, надо ли вам что-то делать или не надо. Это ваше собственное сердце. И если вы хотите, если вы обижены, обозвлены и хотите отомстить, ах ты, дрянь, такая много в угол и день, вот тогда не надо этого делать. Это прилетит. Прилетит назад или через 20-25 и вы будете жутко удивляться, забыв уже про это. Как и то, что я вам говорила, когда мы бьем ребенка, с отвещением мы даем. Первое, мы его очень пугаем и он начнет врать, потому что ему надо выживать. Да, мамочка? А за углом там все, что угодно. И второе, мы уходим в нашу семью и нашему ребенку понятие нормы. Это же папа, они же любят сто процентов. Значит, когда люблю, можно удариться. Но иногда это оплеуха, пролетая лет 20-30, возвращается назад. Не надо вводить такие нормы. Поэтому изоляция, как метод воспитания, когда мы там имеем дело с маленькими детьми, он хороший. Но только напоминаю вам, помните, какой мотив, такой и плод. Что такое честность, без которой невозможна трезвость, говорят наркоманы, алкоголики со зависимым всего мира. Честность, как видение мотива своего поведения. Трезвый человек знает, зачем, куда, почему он это сейчас делает. Так вот, если гнилой мотив, гнилой и плод, и никакой любовью там не пахнет, если я на злобеда за ух моего этот угол, вы его научили, что так можно и с вами обращаться, будет, когда вы будете постарее, а он в силу войдет. Не обижайтесь тогда. Вы помните, хороший педагог всегда показывает пальцем. Хороший педагог не будет показывать пальцем, потому что он знает, что ты смотрел на него, ты мерзавец, три пальца на меня, и я не научил. Вот. Хорошо. Поэтому все это возможно, но мы должны понимать, с каким сердцем, с каким мотивом я что-то делаю. Духовное насилие. Духовное насилие, в чем же оно состоит? Первое, публичное унижение. Знаете, есть жены, которые очень любят унижать своих мужей, особенно в гостях. Жуткое дело. Публичное унижение, то есть никогда вы вправе высказывать свои чувства другому человеку, но только делайте это между собой. Тет-а-тет. А она как бы никогда унижение. Критика считается духовным насилием. Сарказм, и мы с вами знаем, что такое сарказм, это подавленная злость. Это не просто вопли, это то же самое, что орать, что сарказм, только это более задавленный пенит. запугивание Богом считается духовным насилием, претендование на роль Бога. Будете все делать, что я говорю, моя семья, все мои, чем породил, типа, тем убью. Вот, что-то типа того. Будете делать, что отец сказал, или что-нибудь в этом духе. Фанатизм, естественно, религиозный, да и всех мастей. Ну, и отсутствие духовной дисциплины. Отсутствие духовной дисциплины. То есть, когда такая дисциплина вообще отсутствует. Что это, например? Это когда поощряется честность, когда за честность не наказывают. Что бы ребенок не сказал. Его не отлучали быть честным. Даже если он сказал, что ненавижу бабушку. Ему не бьют по губам. Бабушка подлез нам в квартиру, написала, понимаешь, а ты мерзавец такой. Умные родители поймут. Это обратная связь. Что-то происходит. Может, это дело не так. А может, бабушка уже запринет делать действительно. Потому что есть бабушки-то разные. Понимаете, уставлен младенца часто глаголит истинно. И так далее. Но его не отлучают честно выражать свои чувства, мысли. С маленьким ребенком все время говорят, работают, помогают. Ему поощряют честность. Есть исковарианты, хотя бы на простом примере, приносят ребенок из школы какую-то игрушку. Есть матери, которые сделают вид, что даже не замечают или не заметят на самом деле. Есть матери, которые даже поражают, какой ты меня, ай, ловкий, выдели министром торговли, выдавил кого-то. Еще и похвалят. Есть матери или отцы, которые скажут, сынок, раньше чьего? А я там, ушат всего. сынок, не твое не бери. Даже если это золото 25 килограмм посреди дороги лежит, не тобой положено не тебе брать. И это воспитывается в ребенке. В этом и есть духовная дисциплина. Естественно, об этом не только говорить, но и самим жить таким образом. Понятно. Еще отдельная глава закругивания. Тоже рассматривается как насилие и может быть прецедентом в суде. Ну и понятное дело жестами, взглядами, поведением. Ну и сюда же относятся разрушения личных вещей. разрушения личных вещей. Здесь все понятно. И последний сегмент, который мы с вами сейчас запомним, называется изоляция. Что является изоляцией? Первое. Контролирующее поведение. Всегда, когда кто-то контролирует кого-то, это насилие, это унижает, это воспитывает жуткие разные черты характера. Это значит, все верят, что я дурак, что у меня ничего не получится и так далее. Это очень унизительное поведение. Второе. излишняя ревность. И третье. Это необоснованные упреки. Здесь тоже все понятно и ясно. Вот, собственно говоря, и вся картинка. Вот так мировое сообщество понимает насилие. Каждый этот случай может быть президентом в суде и в суд этот человек выиграет. Кто не успел? Контролирующие поведение, излишняя ревность, необоснованные упреки. Некоторые страны уже заигрались совсем, в том числе и США. Потому что как бы женщины некоторые уже и недовольны своей эмансипацией, потому как вот я там вышла из автобуса, один раз в автобусе оказалась, и я прибуду, что руку подаю, это вообще-то. Человек это шел ему даже в голову не пришло, они такие уже там зашуганные, и я тут не свалилась, я бодро шагаю и там ищу, а его там нет, я туда ковырнулась, и в общем было неприятно, но у меня же не залежится, и я типа тоже проведу, не худо было бы прилично себя вести, но ему поговорили об этом, потому что некоторые из них уже боятся лишний раз притронуться к американке, даже засудить могут просто за просто так. Или, например, в Египте, вы обратили внимание, арабские женщины имеют право кисти рук, кусочки щиколотки, чтобы торчали там, но и толк должно быть в чулках или в носках, и только вот часть лица. Не дай бог к этой арабской женщине кто-то подойдет из мужчины и вот так ее возьмут. Ей даже свидетели, не надо, чтобы лет на 15 его укатали в дерьмо. Ну, они, естественно, открываются на европейских женщин, которые ходят долго в голову и радостно, а те, кто специально приезжают за этим. Не важно, но важно то, что есть страны, где соблюдаются права и детей, и женщин, иногда даже с какими-то передигами. Многие американцы уже недовольны, они не просят, что мужик бы и в какой бы за них заплатил, и руку бы подал, но слишком много прецедентов, когда заслуживали, потому что он не мог доказать, что его взгляд ничего за собой такого вот не нес. Понимаете, это такое дело суровое. Ну ладно, хорошо. Ну и теперь еще 5000 юрдер, золотой ключик у нас в кармане нам придется нарисовать еще такой же круг, но там все будет быстрее и проще. Я меньше буду объяснять, потому что здесь надо было говорить побольше. Можете опять нарисовать такой же круг, можете его не рисовать, а рисовать строчку, как вам удобнее. Я таки опять нарисую. Вот. И сейчас мы с вами рассмотрим то, что хорошо влияет на любые партнерские отношения, будь то отношения в семье, будь то отношения на работе, где-то. Это дает возможность выстроить здоровые, нормальные отношения. Я вам понимаю, что насилие это некий инструмент, которым быстрее можно самоутвердиться, поднять свою самооценку, добиться чего-то плохо на другое, что у каждой стороны есть аверс и реверс. Одной без другого не бывает. То, что достигнут насилием, обязательно развалится. Рано или поздно этот карточный домик рухнет. И создаться неприятная ситуация, потому что все в этой жизни имеет свою цену. Сегодня я могу трясти своего ребенка, как грушу, завтра он будет трясти меня. Это в худшем конечно случае. В лучшем случае он убежит из дома, как только сможет, он может там никогда не появляться. И сколько бы я ни обижалась, я его ростила, ростила, а он подон от меня бросил. Нет, это всегда обратная связь. Я могу дарить свою жену, но что я посею при этом, да, и так далее. Итак, давайте рассмотрим, чтобы завершить эту тему, что же такое нормальные, здоровые, партнерские отношения. Первая графа не угрожающее поведение. Не угрожающее поведение. И здесь все достаточно просто. Поведение, при котором партнер чувствует безопасность, выражая себя. Под этим подразумевается свое чувство и свое поведение. Он может быть таким, какой он есть, и не бояться, что его за этим накажут, оскорбят, подвергнут риск критики и так далее. Понятно, да? Второй кит, на котором строятся здоровые отношения, перспективные уважения. Что это такое конкретно? Способность выслушать объективно. То есть в обиде, не в обиде, в эмоциях, не в эмоциях, вы способны быть в диалоге с тем человеком, с которым проживаете и работаете. И объективно, без налета обид, если там есть рациональное зерно, вы можете это увидеть. И не просто способность выслушивать, объективно, слушать объективно, а способность эмоционально подтверждать, способность эмоционально подтверждать, ну просто напишем, потому что здесь мужик так витиевато и много, то есть считается, что когда я выражаю в человека уважение, я уважаю человека, я его могу выслушать, я могу выслушать объективно, я не даю ему оценку сразу, типа, да уж, эли дурак, не может сейчас умного сказать, да, но я не просто с каменным лицом слушаю, я эмоционально подкрепляю, мне это не нравится, а это мне нравится, то есть я могу участвовать в диалоге, если мы просто говорим о диалоге хотя бы, да, вот, хорошо, доверие и поддержка, доверие и поддержка, что это конкретно, способность поддерживать способность поддерживать значит, как бы так сказать, цели партнера, то есть у каждого из нас есть свои цели в этой жизни, кто-то сразу начинает критиковать, как только с ним поделятся этими целями, кто-то дает право своему близкому иметь свои собственные цели в этой жизни, и как бы говорит, ну, хорошо, здорово, наверное, тебе это действительно нравится и получится, ну, что же, зачем я могу тебе помочь и так далее, и так далее. Не критиковать жестко и не навязывать. Я столько раз видела плачущих матерей, что я, это вроде такой простенький пункт, но на самом деле очень судьбоносный. Сколько детей переломано было, потому что родители настаивали, чтобы он шел в то самое учебное заведение или как-нибудь вот так вот, как родители для себя спланировали. Сколько меч, что называется, сколько талантов, сколько вот этого всего порушено и сломано было. Я не говорю, что если бы им дали осуществить свои мечты, это гарантировало бы их от употребления. Никто не знает. Но почему-то многим родителям кажется, что если бы ненасильно не заставляли бы вот идти в тот вуз, который они считали нужным, то может быть что-то могло быть по-другому. Как это в семье кандидатов наук говорила одна мама? Боже, этот парень с первого класса готовил манную кашу лучше, чем мама. Вот она говорит, что мой муж в этом смысле оказался гораздо умнее меня. Он говорит, гад, ну съешь ты эту манную кашу, ну съешь. Нет, она говорит, я исходила из себя. Фу ты, каша, ты же мальчик. Высмеивала, гноила, издевалась. Как же, мы же кандидаты, поэтому кандидаты, и все мы будем кандидаты, и дети наши кандидаты тоже будут. Ну и вот, и потом они разбогатили, и потом они построили замок, и потом они обнесли его забором. Смотри, мы по общакам намаялись, наш сын будет жить как король. И он как заторчал, да с таким свистом, да единственный, да так, что всем кандидатам хило пришлось. И она думает, сейчас ее будут мучить иногда, может быть, она бы отправила бы, разрешила бы пойти в это, кто-то надел эту мореходку, гоком морским, не тянула бы, может быть, она его в эти вузы, которые ему были абсолютно неинтересны. Это мучает ее. Может, да, может, нет, но сейчас она очень сожалеет, вспоминая, как она издевалась над целями, над задачами, над хобби этого единственного своего сына. И мучается тем, что, может быть, если бы он занимался тем, что ему так нравилось с детства, может быть, он был бы счастлив и не бегал здесь по Васильевскому острову с ножом в руке, обнимая ради наркотиков у людей и все, что можно обнять. Вот так. Ну, вовсе, понятно, я так проиллюстрировала, но это один из моментов. Второе, что способность уважать ее, или в скобках, его чувства, друзей, взгляды, поведение. Как это часто бывает? Люди женятся, ну ладно, ну что там, дурак, дураком, ну что, тут под рифтой, тут приоденем, тут я его научу, я сделаю из него человека. И начинается сделание из него человека. Ну, это опять же, я все упрощаю, и утрироваю. На самом деле, редко встречаются люди, которые способны уважать своего партнера, его взгляды, его поведение, не высмеивая бесконечно, не приводите в пример бесконечных каких-то там мифических литературных героев. Понимаете, вот это очень важно. От этого или дома хорошо, или бесконечная эмиграция. Кто-то на рыбалке просиживает часами, комаров кормит, либо дома не будет. Ведь, знаете, эмиграция бывает разная. Кто-то в бутылку эмигрирует, кто-то в наркотики эмигрирует, кто-то на рыбалке, кто-то в гараже. Лишь вот эту пилу или крапилу не слышит. И мы знаем, как женщина может управить жизнь любого мужчине. Хотя и наоборот бывает, но такие все-таки есть. Есть у меня подозрение, что все в жизни от папы. Извините, извините. Это я там смеюсь. Хорошо. Ладно. Что следующее? Честность и добросовестность. Честность и добросовестность. Еще один такой важный кит. Что здесь имеется в виду? Это то, что помогает семье не сойти с ума, жить, прожить. Трудно. Трудно. И накапливаются разные претензии, обиды и прочее. О чем мы страдаем? Что такое страдаем? Как правило, не сбывшиеся ожидания. Надо меньше ожидать и предъявлять другим людям. Может быть, легче будет жить тогда. А я думала, что он меня золотит, скажет, любимая. А он фиг смазал на диван лег, пожелать паразит. Ну, опять же, все я примитивно это говорю. Очень хорошая процедура, такая психо-гигиеническая для семьи. Уметь сесть напротив друг друга раз в неделю было бы идеально. И вот прям по списку некоторому. Я увижу на тебя за это, за это, за это, за это. А когда ты мне не дал этого, я вообще не возненавидела гад Господа Василийского. И говорят, эти люди могут хотя бы раз в неделю, хотя бы раз в месяц скрываться, говорить друг другу о своих обидах, претензиях, а не растить, а не терять, тащить из года в год от этого хвоста крокодила, знаете, это нас убивает всех, делает больными, обиженными, отделяет друг от друга, делает одинокими, вроде бы, при живом мужа и жене. поэтому давайте напишем способность, способность признавать свои ошибки, это очень тяжело жить с тем, кто никогда не ошибается. Таких людей нет, но когда они никогда не признаются, это очень тяжело. И детям примера нет. Половина перфекционистов ненавидит себя за то, что я наркоман, я не оправдал надежды про отца и матери, если не прощают, когда они ненавидят себя, верят, что родители их не простят. Это как бы трудно, вам можно в это поверить, но это так, это правда. И никогда не признаются в своих ошибках, потому что как мамка с папкой иногда это делают. Ну и второе, способность откровенно и доверчиво выражать себя. это все из этой же серии. Прости меня, дорогая, я гений, конечно, но вот тут, тут и тут, но было неправда, заблуждался. И наоборот то же самое, и все, и оведы растворяются, и куда же он выходит, они сжигают нас, как синильная кислота, делая морщинистыми, злобными, и всякими разными. И отдельная глава ответственный родитель. Кто тут балуется? Вот это такое соцепивое, что аж разбухарился, понимаю, что это. Итак, ответственный родитель. Что? Это все очень просто. То есть способность способность разделять ответственность. То есть отец знает, за что он отвечает воспитание ребенка, мать знает, за что она. Каждый знает, что у него есть какая-то доля ответственности. И второе, и любимое, роль положительной модели для ребенка. Это основная ответственность родителей. Роль положительной модели для ребенка. Отдельно выведено еще раз разделение ответственности. Разделение ответственности. То есть взаимное, вот оно, это ключевое слово, взаимное. Когда взаимное тогда не насилие, ничего подобного нет. Взаимное соглашение на честное разделение работы. Это первое. принятие принятие семейных решений вместе. Вместе. Даже в трудную минуту жизни родители умные будут говорить с ребенком так. Сынок или доченька, мы с папой посоветовались и решили дать или не дать. Мы с папой, а не то, что, я знаю, папаша, наш кретин вообще полный абсолютно денег не хочет, дать тебе 100 рублей, ты папаша, не говори. И начинается свистопляска. Не надо этого делать, не надо получать свои очки таким путем, не надо. Это не вызовет уважения. Вы надеетесь, что это даст вам какие-то рычаги управление вашим ребенком или вызовет и он вас оценит и поймет. Нет, вы ему вредите по всем параметрам. Экономическое партнерство. Экономическое партнерство. Здесь понятно. Первое, принятие финансовых решений вместе. Причем не просто вместе, а второе убеждение должно быть, что оба партнера извлекают выгоду. Что оба партнера извлекают выгоду из этих решений финансовых. То есть никто никого не использует, не дурит и прочее. И последнее, что мы напишем, переговоры называется и честность. Переговоры и честность. Здесь идет разговор о конфликте. конфликт это неплохо. Конфликт это нормальная часть развития любых отношений. Просто есть люди, которые этого не знают и не умеют быть в конфликте. И не умеют в него входить, и не умеют из него выходить. Вот и все, о чем идет разговор. И если я поссорился с кем-то, это значит, что он стал врагом на всю жизнь, как считают наши дети. И просто не учили, или они этого не видели, или забыли. Значит, что у нас важно в конфликте? Первое, желание компромисса. Желание компромисса. Я надеюсь, не надо объяснять, что такое компромисс. Это чуть-чуть я уступлю, и чуть-чуть уступишь ты. И тогда это условие нашего совместного существования. Так же глупо, когда женятся или выходят замуж люди и продолжают вести себя как вольные казаки. Это нереально. Что-то он оставляет там за порогом, что-то она оставляет там за порогом подружек ночевать. Не полагаетесь ты муж, не жена, и много уже нельзя себе позволить. Это и есть компромисс. Мы чем-то поступились. Вот желание компромисса. Ну, что еще здесь важно? Ну, да, наверное, достаточно. И совместный поиск решений каких-то вот этих вот. Но я думаю, что это выходит одно из другого. Вот, собственно говоря, и все, что я хотела сегодня вам сообщить. Зачем я вам это сообщаю, я вам уже сказала. Подумайте, прислушайтесь, перечитайте это наедине с самим собой. Попытайтесь быть честными. Есть ли такое у вашей семьи? Есть ли у вас такое отношение с своими детьми? Потому что, если вашим детям повезло, и они попали на группу поддержки, или попали в лечебные центры, там будет делаться акцент. Вся терапия строится на том, чтобы помочь, чтобы убить наркомана и поднять человека, того потерянного, которого не видно уже, ну вы куда же. Нам нужны единомышленники, потому что процесс очень долгий. Нам не нужны люди, которые критикуют, оценивают, или потакают, и опять искажают действительность. Нам нужны треслые люди рядом, потому что потом от нас они пойдут к вам. Мне не нужно, когда я выписываю человека староквистов, подходили к мне, ну возьмите пораньше, возьмите пораньше, потому что я выписываю не власть, я ее наслаждаюсь, когда мне надо гнать грязной метлой с этой терапией. Если я выписываю человека, ничего не заканчивается, процесс продолжается. Мне надо помочь этому человеку понять, принять решение, готов он идти дальше. Или он так, для мамы и папы дурака валяет. И мы не закрываем двери, все продолжается взаимодействие. Он может прийти домой, быть вместе с вами, но вы хотели, чтобы были трезвые и понимали задачи, которые стоят перед разорачиванием наркомана. Они тоже начинены насилием, непониманиями, неумениями. Откуда в них это? Бог с ним, это же 25-й вопрос. Но нам нужны люди, заинтересованные в тех, кто сам начнет как-то менять свою жизнь, открывать свои чувства, честно говорить о своих чувствах, уважать чувства другого человека. То есть каким-то образом выстраивает свое поведение, которое стоит на новых этапах, на неугрожающих, на уважении, на доверии и открытости. Золотое правило хороших отношений это информированность о намерениях, понимаете, это честность и добросовестность и способность принимать и у себя какую-то неправоту, и способность сказать, знаешь, извини, вот сейчас сляпнул, был неправ. Вот этот урок золотого стоит для детей, которые этого не умеют делать многие, да, и так далее. Вот они, эти новые киты, подумайте, если вы видите в этом что-то деловое, то я призываю вас подумать об этом серьезно, потому что нам нужны будут люди рядом, вы знаете, 70% срывов у прошедших даже хорошую терапию из-за неучастия или саботажа членов семьи, которые говорят, это сумасшедшие, я, наверное, сумасшедшие, я не скрываю то, что-то в этом уже день не ездить, но поверьте мне, те знания, которые я вам передаю, это не плод моих воспаленных, бессонных ночей, упаси бог, я переношу информацию, которую меня учили профессора, работающие уже десятилетиями в этой сфере работы лечения созависимой, зависимости и зависимости, я даже боюсь изменить этот круг, потому что читал французский профессор, куда бежте, мы все съехались, специалисты, которые работают в модели Миннесота, такой, как у нас, и там уже профессора работают давным-давно, я даже боюсь изменить схему подачи, моя задача передать вам как можно проще, не наукообразно, а вот, ну, как-то вопулистские, очень серьезные знания, потому что это все и научно проверено, и выверено, и есть докторские, и профессорские, разные всякие там работы по этому поводу, а ваше дело или плюнуть на это сверной, или задуматься, почему же это так важно, почему же это работает, и хотите ли вы каким-то образом попытаться что-то изменить в своей жизни, чтобы помочь и себе в первую очередь по типу врача сценися сам, если вы сами не находитесь в процессе выздоровления, если у вас нет никакого мужества, чтобы изменить хоть волосок, что вы можете требовать от своих детей, если вы знали, как трудно бросать наркотики и алкоголь, это подвиг, потому что это действительно очень тяжело, так измените что-нибудь хоть чуть-чуть в своей жизни, походите систематически на группы, попытайтесь сделать зарядку, изменитесь перед врагом, которому вы нажили, которого и видеть не хочется, а им все это надо будет делать, это не просто так взять и не употреблять, это целый комплекс, потому что употребление это конечная тоже точка длительного процесса, и вы должны это понимать, когда человек уже взял шприц и стакан, это значит уже полгода идет к своему как минимум, это такой процесс длительный, поэтому или мы будем вместе и поддерживать своих детей, и находиться на пути выздоровления, или вы в праве отойти, но тогда ничего не требует от своего ребенка, все, что вы могли, вы уже сделали, тогда не надо, вы имеете право оставаться для своих, как бы тогда можно молиться, чтобы чужие люди, другие люди, которые бы Бог послал и не помогли им. Хорошо, и прежде чем мы с вами расстанемся, я хочу прочесть вам биль о правах и раздать вам тем, у кого нет. Мы говорили с вами, что по праву рождения человек рождается в неком таком ореоле, это его границы, это его права, там его чувства, там его активная жизнь, там его физическая безопасность и всякое разное. Никто не имеет права насильственно преодолевать этот барьер, который есть у каждого из нас. У каждого из нас есть права. И даже, знаете, что я вам, наверное, их читать не буду. Я думаю, что я вам раздам и с удовольствием, а вы спокойно прочтете и сами, если вы считаете нужным, поднимите просто ручки те, у кого их нет. То есть не прав, конечно, а листочком. Давай, плач, скажем. Так, пожалуйста, вам одного достаточно? Пожалуйста. Пожалуйста. Мадам. У вас есть? Все? Спасибо, Сережа. Ну, и на этой радостной ноте мы с вами расстаемся. До следующего раза берегите себя, пожалуйста, заботьтесь о себе, начните с себя заботиться о себе, и, может быть, тогда мы научимся по-настоящему. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok